Экономика, бизнес, финансы. Программа Экономика. Горожане, спотыкаясь на непроходимых и скольких от гололеда тротуарах, прогуливаясь на ощупь из-за тусклого освещения, вдыхая по весне пыль от пескосоляной смеси, наблюдая за постоянным снижением степени и качества городского озеленения, и у их детей не будет улыбок от прогулок по верандам детского сада с торчащими гвоздями и от обедов избитых тарелок, пишет Кузьмин. Добавлю, что в Екатеринбурге, например, решили не делать новогодний городок на главной площади, хотя уже на торгах определили подрядчика. Расходы оказались сопоставимы с тратами на покупку компьютерного томографа, который людям нужнее в период пандемии. Программа Экономика. Власти Кирова довольны, что дорогами занимаются только две госкомпании. Опыт ремонтов силами ГДМС и Вятавтодора устраивает департамент городского хозяйства. Компании выполняют работы без срывов, к тому же они не исчезнут, как мелкие подрядчики из других городов прошлые годы. Кроме того, они успевают выполнять все объемы работ, что позволило городу в этом году даже получить дополнительные деньги на дороге. Поэтому власти в дальнейшем тоже планируют работать, разыгрывая крупные лоты на ремонт дорог, которые мелким подрядчикам, если они будут, не заполучить. Ранее в нашем эфире критиковал такой подход руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Константин Сичихин. Но он отмечал, что вся конкуренция в сфере дорожных ремонтов из-за применения такого подхода убита. Далее информация от наших партнеров. Бесплатное составление отчетности для налоговой, подготовка концепции рекламной кампании или квалифицированная защита бизнеса в суде – все это доступно кировским предпринимателям. В центре «Мой бизнес» субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица могут получить консультации и помощь по различным направлениям. Она предоставляется за счет бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при поддержке Минэкономразвития России и правительства Кировской области. Причем без длительного ожидания, максимум в течение трех рабочих дней. К специалистам можно обратиться лично по предварительной записи, а также можно отправить свой запрос по электронной почте и получить подробный ответ. Какую систему налогообложения выбрать вместо ЕНВД? Как подготовиться к визиту надзорных органов? Какие документы нужны для регистрации стартапа? Как эффективнее продвигать бренд и продукцию? Ответят опытные бухгалтеры, юристы, маркетологи из кировских организаций, прошедших конкурсный отбор. Запись по телефону 410-410 или на сайте мойбизнесдефис43.рф Завершение валюты. Доллар сегодня 75,93. Курс евро 90 рублей 23 копейки. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101ФМ Тиректор А.Егорова Моя Rosalia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...